Генеральный партнер Эфир телеканала АТВ продолжает информационный выпуск В студии Александр Иванчиков Здравствуйте! И вначале коротко о заголовках Как-то печально, что у нас не все соответствует И согласовывается так, как хотелось бы Пыль, шум и грязь Камень преткновения между застройщиком и детским садом Я вам сейчас камеру сломаю, понятно? Осторожно поезд! Вопреки знаком, заборам и здравому смыслу Горожане добровольно шагают под поезда Легко ли иностранцу в Улан-Удэ сориентироваться? Поесть и развлечься? Эксперимент на реальных туристах Трагедия на воде Утонул трехлетний малыш Ребенок играл в сопровождении своей тети Которая заснула на берегу Пока женщина спала, малыш подбежал к обрыву И сорвался в реку, где его унесло течение По данному факту проводится Процессуальная проверка По результатам которой будет дана Объективная правовая оценка Деянию женщины, оставившей детей в опасности На берегу реки Спасти ребенка пытался старший брат Однако ему не хватило сил Подросток завяз в речном или Отмечу, на месте, где утонул трехлетний мальчик Регулярно отдыхают жители ближайшего ДНТ Вчера поисково-спасательные службы Проверили русло Селенги В границах Улан-Удэ Сегодня поиски тела мальчика Ведут в районе села Татаурово Муйский район отходит от потопа В результате проливных дождей Размыло дорогу, соединяющую район С остальной частью республики Сильно поднялся уровень воды В реках Муя и Витим О том, какая сейчас обстановка В районе рассказал исполняющий обязанности Главы Андрей Козлов Уровень, что честно На сегодняшний день у нас по дороге снят Значит, уровень воды в реке Муя и Витим упал То есть, установка стабилизируется Работы по восстановлению дорожного полотна Оно еще проводится, но фактически уже закончилось Движение по дороге восстановлено Добавлю, неделю назад смыло дорогу между селами Багдарин и Романовка в Баунтовском районе Тогда также был введен режим ЧС Движение оперативно восстановили Сейчас ведется ремонт И главной теме Детский сад против застройщика Компания Бургражданстрой продолжает строительство Многоэтажного дома в районе элеватора Все инстанции пройдены, все разрешения есть Но у соседей детского сада номер 232 Уйма вопросов Пыль, шум и это не говоря о стреле крана Которая нависла над садиком Илья Балханов разбирался в проблеме Симпатичную, почти новую мозаику крушат, чтобы получилась такая красота Но не всем нравятся методы, которыми эту красоту наводят Соседство с такой масштабной стройкой детскому садику номер 232 не по нраву Это еще закончили рыть котлован А до этого дети, которые играли на улице, дышали песком А которые были на сончасе, не могли уснуть от постоянной работы тяжелой техники То, что у нас вот такая вот папка переписки, жалоб, возражений Это вот на сегодняшний день получается просто наша такая лишняя дополнительная работа Потому что мы не можем быть равнодушными, когда вот такие маленькие дети будут страдать от того, что дышат пылью У застройщика все разрешения есть, в том числе и на снос подпорной стены Казалось бы, все хорошо, но почему же тогда есть в этой истории недовольные? И не пара человек, а 260 недовольных родителей, которые неоднократно обращались в правозащитные органы и получали лишь отписки Мол, все хорошо и никаких нарушений не обнаружено Комитет по строительству на комментарии времени не нашел Но Госстройжилнадзор, который должен наблюдать за строительством, нарушений также не видит Сам застройщик, он разработал график производства этих работ И вот те работы, которые производятся на сегодня, они не несут опасности гражданам То есть это все производится согласно проекту Да и сам застройщик обещает привести все в приличный вид и даже улучшить инфраструктуру в этом месте После производства строительных работ будет восстановлено благоустройство Уложена другая тротуарная плитка Но здание на этом месте располагаться не будет Будет сформирована пешеходная связь, пересечение проспекта улицы и революции У всех все хорошо, кроме детского сада номер 232 Строительство только началось и самая пыльная и шумная работа еще впереди Остается надеяться, что Госстроев жилнадзор будет выполнять свои обязанности Я понимаю, нарисовать проект, нарисовать картинку это одно И уже привязать эту картинку к живому месту, к живой территории, к людям, которые здесь проживают и находятся Это совершенно другое Но видимо, когда делаются чертежи, это в расчет уже не берется Как-то печально, что у нас не все соответствуется, согласовывается так, как хотелось бы Наша телекомпания будет следить за благополучием строительства по отношению к соседствующим домам и людям Илья Балханов, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ На Байкале, возможно, построят отель крупнейшей сети Азимут Владелец сети Александр Клячин накануне прилетал в Бурятию Алексей Циденов показал ему перспективные площадки для строительства Байкальскую гавань, Энхалук, горы Мамай и другие Мне кажется, по особенности здесь понятна Во-первых, это Байкал, Байкал и еще раз Байкал И действительно, по сравнению с Иркутской частью Байкала Здесь места более чистые, с меньшим количеством застройки Где можно сформировать новые правила игры Кроме того, инвестор отметил, что если гостиницу и построят То она обязательно должна вписываться в природный ландшафт И быть обеспечена всеми коммуникациями Централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией Отметим, что сеть Азиумут имеет гостиницы в 22 городах России, Германии и Австрии И продолжая туристическую тему Накануне закончился чемпионат мира по футболу в России Нашу страну посетили и остались довольны сотни тысяч иностранных граждан В связи с этим событием Владимир Путин собирается ввести безвизовый режим Для всех туристов с фан-айди или паспортом болельщика до конца года Найдут ли общий язык с местными жителями иностранцы И как обстоят дела с английским у лондонцев Выяснял Никита Суханов Лондон is the capital of Great Britain Вот самая распространенная фраза, которую знают наши горожане Однако смогут ли они изъясниться и помочь иностранным туристам Ответ на этот вопрос мы узнаем совсем скоро И поможет нам в этом иностранный турист Михаил Михаил, hello Hello, nice to meet you Nice to meet you too, and do you speak Russian? Oh yes, a little bit I had some Russian in school, but it was many-many years ago So, what do you can say? Oh, здравствуйте, спасибо, до свидания, водка And today we will do some experiment, okay? Do you want to start? Yeah, sure, why not? Okay, let's go All right Михаил родом из Польши и в России впервые С детства у него была мечта посмотреть нашу страну И вот этим летом он с другом решил осуществить задуманное Они прилетели в Москву, оттуда ехали на поезде 4 дня до Иркутска Сделали остановку, а затем отправились и в наш край Не мудрено, что его друг Адам после столь долгого пути почувствовал себя плохо И отказался от эксперимента С дороги, конечно же, Михаил захотел поесть Но найти место питания оказалось тяжелее, чем мы думали Мне пришлось прийти на помощь, дабы не оставить Иностранного гостя голодным И мы пришли в ближайшую бузную Здравствуйте, я вижу, что у тебя есть очень хорошая кутина Я не понимаю Ты не говоришь английский? Я не понимаю Но попробуй, потому что он хочет съесть Я не понимаю Ничего Ничего Доброе, хорошо, хорошо Сколько? Что это? Затем, опять же, с моей помощью мы все же заказали позы И мой польский друг отведал это чудо-блюдо Подкрепились, теперь можно и знания получать Держим путь в музей истории города В музее Михалю понравилось Ко всем экспонатам были подписи на английском А самое главное, мы нашли большой экран Где польский товарищ и определил следующий пункт назначения Пока мы шли до визитной карточки Улан-Удэ Михал рассказывал о своей жизни Живет он в Варшаве, есть своя маленькая пивоварня Любит путешествовать По дороге мы встретили друга Адама, которому стало уже лучше И он отправился с нами Мы подошли к голове и тут наткнулись на очень неожиданных гостей Это были не монголы, не китайцы, а барабанная дробь норвежцы Которые решили на машине проехать всю Россию Вот чудаки Туристы сразу нашли общую тему для разговора Такой конструктивный диалог продолжался около 15 минут Однако потом поляки вспомнили, что им уже пора на поезд Теперь их ждет трехдневное путешествие до Владивостока А норвежцы держат путь до Улан-Батора Однако обещают вернуться еще не раз Власти республики хотят видеть большой поток туристов Но не все готовы принять иностранных гостей на достойном уровне Через некоторое время мы обязательно повторим эксперимент Никита Суханов, Федор Моденов, телекомпания АТВ Покупай в абсолюте выгодно Ленор кондиционер для белья 1 литр со скидкой 32% Всего 114 рублей Абсолют гарант низких цен Японский меч Тонто выкует на бурятской земле 21 июля стартует фестиваль ковки японского меча Катана Как пояснили организаторы фестиваля Ковка меча это очень длительный процесс Поэтому он будет разбит на несколько этапов Один из которых происходит на бурятской земле Последний же заключительный этап пройдет на родине Тонто в Японии Ковка японского меча это уникальная возможность Уникальная Это наш дух Это наш символ Это наше, как сказать, уважение В сегодняшнем времени Японии тоже очень мало осталось И я сам личности Ни разу не видел в Японии Это ковка мечи Примечательно, что закаливать этот меч Будут байкальской водой Забор которой произойдет 19 июля В этот же день на Байкале будет продемонстрирована техника владения мечом от гостей из Японии Каждый день в этнографическом музее будет коваться этот меч С 10 до 5 И все жители республики Бурятия, гости, столицы Могут стать свидетелями Я думаю, что это очень интересное культурное мероприятие В эти дни жители Бурятия, жители Японии сблизятся культурно На протяжении всего фестиваля желающие могут посмотреть не только ковку меча, но и соприкоснуться с историей страны восходящего солнца Посетив выставку «Прикосновение листков сакуры» Посольство Японии ввело эту выставку в программу официальных мероприятий перекрестного года России и Японии А готовые меч же собираются подарить Владимиру Путину На свой страх и риск шагают под поезд Железнодорожные пути, которые рассекают город на две части, представляют серьезную опасность для жителей Несмотря на ограничения, заборы и запреты в попытке сэкономить время, горожане так и норовят перебежать через рельсы Только с начала года в Улан-Удэ зафиксировано полтора десятка трагических случаев В поисках инстинкта самосохранения Антон Симонов отправился ловить нарушителей Незапрещающие знаки, незвуковые сигналы, ничто не остановит беспечного человека Это подтверждает и печальная статистика Только за последние полгода в Улан-Удэ под колеса поездов попало 14 человек Самое главное у нас, наверное, на данный момент трагедия заключается в том Что несовершеннолетние и взрослые переходят жизнедорожные пути в наушниках Получается, они не слышат сигналы поезда Однако не только невнимательность приводит к трагедии Чаще всего люди намеренно плюют на правила безопасности Только на глазах съемочной группы то и дело в брежезаборе ныряли беспечные граждане Они проделывают вот эти дыры, проходят в неустановленном месте, переходят железнодорожные пути Здравствуйте! А вы понимаете, что здесь нельзя переходить? Ну мы все прекрасно понимаем, мы больше не будем, просто нам удобно здесь пройти А часто вы здесь проходите? Нет А почему сегодня решили так сократить путь? Потому что мы торопимся, у нас ребенок в полике Но далеко не все спокойно реагируют на вопросы съемочной группы Большинство или старается поскорее уйти, или начинают угрожать Я вам сейчас камеру сломаю, понятно? Здрасте, не боитесь по путям ходить? Боюсь А почему ходите? Короче Напоминаю, за переход в неположенном месте штраф 100 рублей Если же задержат ребенка, штраф уже от 300 рублей И родители-нарушителя вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних Антон Симонов, Федор Моденов, телекомпания АТВ В Мухаршибирском районе родился 150-й ребенок с начала 2018 года Малыша сегодня зарегистрировали в местном ЗАГСе Мальчика назвали Кирилл, сообщает Байкал Дейли Работники ЗАГСа вручили матери ребенка свидетельство о рождении А мальчику пожелали здоровья и благополучия В Бурятии стартовал республиканский чемпионат по русской лапте Накануне, несмотря на дождливую погоду, прошла открытая тренировка для всех желающих Свою порцию спорта и позитива получила и наша съемочная группа История русской лапты берет начало еще с 14 века При Петре Первом этот вид спорта был обязательным элементом подготовки солдат Сейчас же это доступное удовольствие для каждого Александр, знаю, что правила лапты достаточно сложны И предлагаю лучше на практике это все сделать Так что приступим? Давайте поиграем Если я в домике, значит я должен бить максимально далеко Поймав мяч, я должен сделать одно, выжить соперника Если я поймал мяч свечкой, значит наша команда заработала 2 очка и мы возвращаемся в дом Нам не повезло с погодой и пришлось играть 3 на 3 Хотя классическая игра 8 на 8 Однако даже среди такого количества людей нашлось пару профессионалов, которые выделялись на фоне остальных Родились в деревне и я всегда играла, играла хорошо Ловила свечки, выбивала, быстро бегала Надеюсь, что навыки не потеряла Вообще лапта это отличная игра Как говорят борцы, вольная борьба развивает все мышцы, лапта развивает тоже, поэтому играйте в лапту Принять участие в турнире могут все желающие в возрасте от 18 лет В команде должно быть 8 человек, минимум 2 девушки Прием заявок до 16 сентября Все вопросы вы можете задать на почту, которую вы видите на экране Главный приз турнира – 8 горных велосипедов Никита Суханов, Алексей Жилин, телекомпания АТВ И в продолжение темы сегодня гость нашей студии, популяризатор игры «Русская лапта» Председатель федерации лапты Бурятии Александр Балданов Добрый день, Александр Здравствуйте Как вам пришла идея, да простят меня часть телезрителей, вы бурят, но пропагандируете и популяризируете русскую лапту Как вам пришла идея играть в нее? Ну, она прошла случайно, мы с волонтерами, когда убирали город от мусора, решили просто поиграть в лапту Ну, как в детстве, вот, поиграв в лапту, все выложили свои фотки в социальных сетях и запостили, что мы играли в лапту Вот, спустя два дня люди начали писать в личку, что давайте еще раз поиграем И в итоге это каждую неделю начали проводить игры, вот После решено было сделать группу общая городская лапта ВКонтакте, где люди оставляли бы заявки, кто хочет поиграть в лапту И вообще начали играть каждую неделю по воскресеньям на Верхней Березовке уже с 2013 года играем И народ говорит, что это лучшая игра детства О чемпионате, который стартовал вчера, продлится, сколько продлится и вообще об истории чемпионата немного расскажите Ну, мы, конечно же, хоть и играем 6 лет, да, уже, ну, 5,5 лет Но все равно лапта, она набирает, конечно, очень маленький оборот Потому что не хватает информационного освещения И люди, скажем так, те, кто не играл в детстве лапту, не понимают А те, кто играл в лапту в детстве, они сразу же идут и подают заявки Вот взять пример прошлого года, да, мы организовывали целый месяц турнир по лапте Приезжали с Иркутска, с Орангоя, с Хоринского района ребята И они, скажем так, хотели больше поиграть, нежели один, два или, ну, три раза Потому что была олимпийская система То есть проиграл, вылетел, выиграл, дальше играешь В этом году решили сделать турнир двухмесячный, намного больше по времени И решили, чтобы игроки, те, кто проиграли, могли заново подать заявки и заново играть Для чего это мы сделали? Для того, чтобы в конце, скажем так, турнира по лапте Мы посмотрели таблицу, где команды набрали как можно больше победных очков Мы их вводим в финал То есть уже в финале они будут играть за главный приз 8 горных велосипедов Где играют, когда играют, я так понимаю, можно в чемпионат войти на любом этапе? Да, все верно Мы играем сейчас на стадионе в СКТУ, что на Ключеской, напротив Туе 19.00, каждый понедельник, вторник, среду и четверг В выходные мы не играем, потому что все хотят ехать на Байкал, на Щучку и отдыхать И играть могут все желающие в возрасте 18+, в команде должно быть минимум 2 девушки обязательно Подать заявку могут они хоть сегодня, хоть завтра До 16 сентября прием заявок открыт И игроки, которые войдут, скажем так, лучшие топ-10 команд Они уже будут играть за первое, второе, третье место Там уже по системе плей-офф Стартовые взносы есть у вас? Да, мы стартовые взносы сделали, чтобы вот те же самые 8 горных велосипедов хоть как-то купить Потому что мы не хотели делать там просто медали, кубки, чтобы была какая-то мотивация И сделали урок взнос с 300 рублей с участника Но в прошлом году мы, конечно же, не оправдали эти деньги Но все равно 80% призовых денег мы отбили Форму одежды и что с собой брать на игру? С собой взять можно кроссовки, а все остальное, может, и в шортиках, можно и втеках В трякушках приходите, можете свою биту даже принести Спасибо большое, я напоминаю, что у нас в гостях был Александр Балданов, представитель Федерации Лапты Бурятии Популяризатор этой игры, и мы продолжаем выпуск И еще немного о спорте Биться во имя энергетики С таким призывом сегодня стартовала Спартакиада МРСК Сибири Никита Суханов наблюдал за самыми энергичными энергетиками Пять, четыре, три, два, один Рубильник Спартакиады включается! Рубильник Спартакиады дал старт открытию уже 12-х летних игр энергетиков На парад вышло 9 команд со всей Сибири Все они обычные рабочие, которые не забывают про спорт К примеру, представитель Бурят Энерго Алексей Жилбанов Он уже пять лет работает инженером-проектировщиком и отвечает за строительство линии Лэб Однако после работы, рассказывает спортсмен, его как будто подменяют И вечером он, не жалея сил, рубится с друзьями в настольный теннис В прошлом году получилось выиграть уже Спартакиаду Ростсетей, которая была Мотивацию нахожу, ну, я просто увлекаюсь как хобби теннисом Поэтому это любимый мой вид спорта, и там мотивация даже особо не нужна Соревнования Ростсетей – это следующий этап Самые сильные и ловкие энергетики будут представлять команду МРСК Сибири на всероссийском уровне А пока наравне с прошлогодними чемпионами будет биться, как говорится, свежая кровь Дебютанты, их здесь немало Я первый раз на соревнованиях, решение приняло, меня попросил департамент по управлению персоналом Потому что я в прошлом году хорошо пробежала ГТО Сказали, после сорока никто не бегает, нужно Я сказала, партия сказала, надо, комсомол ответил, есть, как по старинке Поэтому первый раз на Спартакиаде, первый раз в Лану-Де, первый раз на таком спортивном празднике, пока все нравится Спартакиада началась с плавания Настольного тенниса И шахмат Среди всех участников выделяется 72-летний Самуил Зильберман Мужчина с самого детства в этом виде спорта и каждое соревнование встречается с особым восторгом Это великолепно, конечно, меня это очень радует, потрясает Еще хочется больше бороться, спортом заниматься Ну, в моем возрасте, наверное, уже больше не хочется Но еще хочется, еще хочется, и буду играть, и буду стараться, конечно Спартакиада продлится до 19 июля Победители определят в шести дисциплинах Помимо ранее перечисленных, это перетягивание каната и баскетбол Ну, а открытие, как оказалось, позже произвело впечатление даже на высокопоставленных гостей Впечатлен, впечатлен, рад, рад за организацию, рад за сотрудников данной компании Пускай другие организации берут пример с уровня организации проведения подобных мероприятий Еще раз спасибо компании Никита Суханов, Алексей Жилин, телекомпания АТВ Это были наиболее заметные события этого вторника, с которыми вас знакомили мои коллеги и я, Александр Иванчиков Оставайтесь с нами и до встречи в эфире Скидки на товары абсолютно для всех С 17 по 19 июля Влажные салфетки детские 60 штук Всего 19 рублей 90 копеек Все на природу в Титане Аппетитный шашлык на Байкал Всего 199 Все на природу в Титане Изысканные ребра для гриля Всего 299 Мой дом Мой бизнес Безопасность моей семьи Я доверяю Дельте Охранное предприятие Дельта Всегда на страже вашей безопасности Сынок, вот скажи мне, а какие самые лучшие стойки для машины? Конечно, Каяба А где их взять? В автолидере Даже ребенок знает, откуда берется Каяба Официальный дистрибьютор продукции Каяба Федеральная сеть автозапчастей и СТО Автолидер Качество, гарантия Оригинальные запчасти Телефон 701 800 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова